Царские железные дороги Однако поезд продолжал стоять на перроне на центральной площади, но уже без пассажиров. Пустующее помещение привлекло внимание вандалов. Неизвестные выбили стекла и разгромили весь интерьер. Однако технику не бросили, а отремонтировали и сделали еще лучше и красивее. А в 2015 году ему нашли предназначение, и этот экспонат занял свое почетное место в парке военной техники. Теперь он в пользовании детского патриотического клуба «Возрождение». Но для многих он долгое время продолжал ассоциироваться с общепитом. Был случай у меня, когда только нам этот вагон отдали после ремонта в 2016 году. Люди гуляли в парке и поднялись на перрон. Я как раз стоял там и спросили, а где можно ознакомиться с меню? То есть были такие люди, которые считали, что здесь находятся до сих пор рестораны. Сейчас, конечно, уже более-менее люди начинают привыкать к тому, что здесь находится клуб «Возрождение», учебные классы, музей. Тем более, что мы снаружи тоже оформили под музей это все. Теперь этот поезд не просто служит как украшение и помещение для занятий. Внутри, помимо учебных классов, решили оборудовать настоящий музей, посвященный Великой Отечественной войне. Музей мы оборудовали новый сейчас, переделали его, переформатировали немножко. Планируем мы его открыть, если все будет хорошо, с обстановкой с 1 сентября. Поезд Танакаренина является уже неотъемлемой частью нашей маленькой родины. И все это время он служит во благо коголымчан. Он нашел свое достойное предназначение и продолжит свой путь еще не один десяток лет. Субтитры создавал DimaTorzok